Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале новой торговой пятидневки. Собственно, особенный, конечно же, привет всем тем, кто находится сейчас в онлайне. Большое вам спасибо за то, что, скажем, этот канал коммуникации пришелся вам по душе, и, соответственно, вы находите время, чтобы посещать наши брифинги. Наша задача, как и всегда, подвести итоги последней торговой сессии, потому что еще раз делаю акцент на то, что сейчас, учитывая то, что мы делаем большую ставку на фундаментальный анализ, очень важно иметь дело с преемственностью новостного фона, потому что те тенденции, на которые мы положили глаз с точки зрения трейдинга, это, скажем, следствие не какого-то локального отчета, это следствие общего позиционирования, которое сейчас присутствует в отношении многих активов, представляющих для нас интерес с точки зрения спекулятивного трейдинга. И здесь я снова делаю акцент на очевидный рост доллара, на слабость европейской валюты, и, хотя можно даже сказать, слабость для большинства рисковых инструментов, потому что, как ни крути, насколько бы круто какой-то актив себя не чувствовал сейчас, все равно силеным для того, чтобы побороться с серьезным фундаментальным давлением, которое идет со стороны американца, вряд ли хватит. И это позволяет нам закладывать в основу тех идей, которые мы лоббируем, которые мы придерживаемся, очень серьезное, опять же, позиционирование, связанное с ростом американца и соответствующим теснением позиций рисковых инструментов. Сегодня снова давайте подведем итоги последних дней, ну, можно сказать, даже последней недели, но прежде чем перейти к анализу финансовых рынков, хочу снова пригласить вас, как и всегда, традиционно это делаю, в понедельник на свой вебинар, который пройдет в 15.30 по московскому времени. Мы еще раз целостно оценим ситуацию прошлой недели с точки зрения влияния на активы и с точки зрения важных макроэкономических отчетов. Мы посмотрим, на что можно еще ориентироваться в рамках предстоящих торговых пяти дней, хотя можно сказать, что сесть это у нас не пять, а полноценных четыре, потому что в пятницу Рождество, и есть даже вероятность того, что уже до пятницы торги с точки зрения волатильности будут становиться все менее и менее интересными, но все-таки хочется еще добавить определенную ремарочку, связанную с тем, что никто не отменял еще принципа, связанного с возможностью предрождественского ралли. Хотя, наверное, после событий с ЕЦБ, изменению параметров денежно-кредитной политики, мы уже получили старт этого ралли, но вот где оно завершится в этом году, покажет, конечно же, время, ну или, по крайней мере, итоги последующих торговых сессий. Поэтому вебинар в 15.30 по московскому времени, также не забывайте о том, что до конца этого года у нас действует очень интересная бонусная акция, которая позволяет повысить покупательскую способность ваших депозитов больше, чем на 20%, и это предновогодняя акция, соответственно, как только она будет завершена, мы в январе, как уже неоднократно отмечалось, вернемся к моим прежним бонусам, которые я, с вашего позволения, конечно же, и по вашим просьбам раздавал, по сути, каждый день в преддверии, и на фоне различных отчетов, которые у нас были обозначены, ну и будут еще обозначены на повестке нашего спекулятивного трейдинга. Сейчас давайте начнем, как и всегда, с динамики нефти, и здесь я снова констатирую минимальные ценовые уровни. Low 36.41, походу, нефть не собирается останавливаться, и тогда, когда сессия, вроде бы даже с точки зрения новостных поводов, не создает какого-либо дополнительного интереса для разгрузки этого актива, нефти каким-то чудом все равно умудряется находить поддержку для собственных коррекционных тенденций. Нам, конечно же, это как бальзам на душу, потому что мы знаем, ну, по крайней мере, даже несмотря на то, что мы находимся сейчас вне рынка, все-таки приятно осознавать тот факт, что мы были правы касательно того, что Brent, по сути, обречен на снижение, и весь тот анализ, который мы проводили за последнее время, только указывал на то, что оппозиции черного золота и негресурсов будут испытывать всесерьезный прессинг со стороны актуального новостного фона. Хотя, говоря про интересные сообщения, ну, с точки зрения даже статистики, стоит еще отметить то, что в пятницу были опубликованы очередные данные по количеству буровых в США, и если до этого мы, по сути, констатировали тенденцию постоянного снижения, хотя эта тенденция постепенно убывала. Если начало этого года мы наблюдали, как в рамках даже недели количество буровых могло просесть на 10-15, то сейчас уже наблюдается обратная тенденция, потому что количество буровых за последнюю неделю увеличилось на 17 до 541. Какой вывод из этого можно сделать? Не забывайте о том, что речь идет о статистике по США, то есть количество буровых нефтяных вышек в Соединенных Штатах Америки, а вывод напрашивается сам собой. Американские производители нефти полностью уже адаптировались, приспособились к текущему понижательному циклу, который характерен для рынка энергоэсурсов, и даже несмотря на снижение цен, все равно находят возможности для того, чтобы бизнес был рентабельным. И здесь снова вспоминается статья, которую я прочитал, наверное, даже несколько месяцев назад, связанных с тем, что американцы давно стали использовать технологии, которые позволяют даже сланцевое производство выводить на, скажем, фазу доходного бизнеса, даже несмотря на такую ситуацию с ценовой конъюнтурой. И поэтому все попытки Ближнего Востока свести на нет бычий потенциал энергоресурсов, оказать давление ценового характера на этот актив, по сути, попытки ни к чему не привели, потому что американцы оказались весьма адаптивными, наверное, как и Европейский центральный банк, приспосабливаются по текущие условия и используют те возможности, которые у них есть для того, чтобы сохранять приличные, скажем, уровни по производству нефти. Даже несмотря на то, что мы констатировали некоторое время назад, что производство снижается в рамках США, у нас всегда был сдерживающий фактор ближневосточного характера, потому что я традиционно делаю акцент на то, что при снижении объема производства в США у нас есть на повестке обсуждение факт прироста добычи со стороны Ирана и Ирака. Но, в частности, Иран уж точно еще будет наверстывать прежние позиции на рынке и дополнительные объемы экспорта будут нивелировать потенциальное снижение производства со стороны других производителей. И с этой идеей мы уже, по сути, закрываем 2015 год и, вооруженные прежним негативом, уходим на 2016. И видим то, что пока никаких оснований для того, чтобы бренд оклемался, собственно, как и WTI, нет. А значит, можно делать ставку на дальнейшее снижение и быть уверенным в том, что последующая коррекция позволит нам добраться до уже новых профитных ориентиров. На прошлой неделе я обещал вам то, что мы будем руководствоваться уже новой целью, потому что после того, как мы достигли 40, мы вышли с рынка. Сейчас я надеялся то, что на прошлой неделе хотя бы под занавес пятидневки мы увидим восходящую динамику, отскок сейчас этого не происходит. Поэтому, наверное, те же риски, которые я вам обозначал, они еще сохраняют актуальность. Но что-то не позволяет мне, скажем, осознание того, что может быть локальный прострел наверх. Сейчас снова разместите, скажем, ордер, направленный на продажу бренда. Поэтому, с вашего позволения, давайте еще немного потерпим, подождем. Пусть бренд немного восстановится. После этого мы проанализируем актуальную новостную картину и непременно поищем возможности для продаж. В общем, режим ожидания сохраняется. Далее идем. Пара USDRAP. Актуальные котировки 71.18. Не будем останавливаться на динамике рубля, потому что логика здесь неизменна. И она неизменна уже на протяжении нескольких месяцев. Даже более чем 6 месяцев, если уж быть совсем точным. Потому что ослабление нефти, оно, разумеется, провоцирует девальвацию и окурса национальной валюты. Мы ориентировались на то, что пара USDRAP сможет оказаться выше сопротивления 71. Уже это произошло. Видим то, что пара находится выше. Дальнейшие ценовые ориентиры. Но какие они могут быть с учетом снижения цен на нефть? Конечно же, это новые цели по девальвации. А если так, давайте не будем мудрить. Если уж по нефти мы не закладываем возможность еще большего ослабления. Точнее, позиционно закладываем. Но пока торговать этой идеей не будем. Что касается рубля, здесь все напрашивается в пользу того, что, наверное, мы увидим тест нового сопротивления в ближайшие, по сути, дни. Из отчетов сегодняшнего дня приурочен к российской практике. Сегодня в 15.00 по московскому времени выйдут данные по ВВП России. Прошлый отчет минус 3,6%. Я думаю, что не стоит питать иллюзии касательно восстановления, особенно после того, что происходит с рынком энергоресурсов. Поэтому я допускаю еще большую просадку. А значит, уже в ходе следующего брифинга мы с вами вернемся к констатации новых, мрачных перспектив для российского региона. Ну и будем искать уже с точки зрения статистики дополнительное оправдание наших коррекционных идей по паре USDRAF. Далее идем. Европейская валюта против доллара. В пятницу евро все-таки смогло постоять, скажем, за себя, показать характер. Ну, не такой, может быть, как, в принципе, стоило было ожидать, потому что несколько разгрузочных торговых сессий могло стать причиной, вследствие чего пара должна была, опять же, исконя даже из технических факторов, показать более стремительное восхождение, потому что прокатившись на коррекционной динамике, провоцирует, опять же, или могло спровоцировать трейдеров на закрытие сделок. И, соответственно, закрытие сделок – это возможность для коррекционного отката. Восстановление было. Локальный хай в стати 108.73. Сейчас мы видим то, что пара торгуется на уровне 1.08.66. Говоря про пятничную торговую сессию, важных событий, по сути, не было. Экономический календарь был пусто. Не было, скажем, тех фундаментальных оснований, за которые можно было засыпиться, но все равно, если их нет, мы прекрасно понимаем то, что на рынке правят прежние тренды. И эти тренды были сформированы уже и позиции ЕЦБ, и позиции федеральной зерной системы. По сути, прошлая неделя, с точки зрения, опять же, обновленного вектора монетарной политики США, дала нам дополнительную почву для рассуждений, ну и нацелила нас на то, что наши ожидания по росту американца, они оправданы, и мы будем ждать еще большего восходящего ралли. На этой неделе отчетов также очень мало, но все-таки, учитывая то, что на этой неделе, в пятницу, состоится долгожданный праздник, трейдеры дождались его, Рождество, я хочу отметить возможности такого локального сюрприза, связанного с тем, что перед Рождеством мы можем увидеть на низколиквидном рынке еще какой-то всплеск волатильности через деятельность маркетмейкеров и повышенную динамику. Поэтому, учитывая то, что мы, конечно же, всегда рады волатильности, особенно если эта волатильность через проторговку приводит к тому, что усугубляются с точки зрения реализации наши трейды, сейчас я очень надеюсь, что именно это и произойдет, но даже если волатильности не будет, все равно мы в 2016 год уходим уже с четким осознанием того, что евро будет дальше слабеть, а американская валюта продолжит расти. Есть ли основания все-таки дождаться этой предрождественской ралли? Я думаю, что если будем ссылаться, опять же, на политику Европейского Центрального Банка, то у нас четкое позиционирование связано с тем, что низкие показатели по инфляции могут вывести, соответственно, ИЦБ на необходимость еще одного шага по экономическому стимулированию. И в рамках ФРС снижение процентной ставки – это только первый, скажем, шаг, который сделан на такой серьезной тропе постепенного ужесточения монетарной политики. И дальше ставка будет полномерно расти. Я уже в ходе даже прошлой недели, когда мы подводили итоги заседания ФРС, сделал акцент на то, что в 2016 году мы можем увидеть даже четырехкратное повышение процентной ставки. Нам достаточно даже просто хотя бы сохранения вот этого вектора нормализации денежно-кредитного коста, потому что любое повышение процентной ставки, даже с точки зрения ожиданий, это тот самый триггер, который мы и закладываем в возможность роста. Для нас сейчас еще одной из самых интересных валютных пар – это доллар и японская иена, потому что по-другим мы вроде бы как уже касались неоднократно профильных ориентиров, да и в ближайшее время точно доберемся. Ну, по USD и иене, ну, никак что-то не удается добраться до уровня 125, но это, полагаю, что ожидание самого ближайшего времени, вопрос ближайшего времени, мы доберемся до этого рубежа, потому что все располагает по-прежнему к тому, что этот уровень будет протестирован, а где пара будет торговаться дальше, покажет время. Но я думаю, что гораздо выше даже этого значения. Поэтому по европейской валюте, как мы действуем сейчас, для долгосрочных и среднесрочных трейдеров по-прежнему селл. Что касается каткосрочных трейдеров, у нас также есть отложенный ордер селл стоп с уровнем 1.08, тейк профит 1.05, стоп лосс 1.09. Собственно, эта идея сохраняет актуальность. Если пара будет сыпаться дальше, значит, мы поднимем этот отложенный ордер, ну и попытаемся прокатиться еще ниже к нашему долгосрочному профитному ориентиру. Фунт против доллара. Локальный хай 1.49.48, сейчас пара торгуется в районе 1.49.15. После того, как мы оказались в районе поддержки 1.49, мы уже констатировали то, что эта сделка принесла нам достаточный профит, но мы все равно знаем то, что фунт оппозиционно сохраняет потенциал для еще большего ослабления. Почему? Потому что камни, точнее, палки в колеса сейчас будут вставлять еще низкие показатели по инфляции. Мы знаем то, что снижение цен на энергоресурсы будет оказывать дополнительное давление на индекс потребительских цен. И мы знаем то, что ситуация на рынке труда также не позволяет трейдерам найти основания для роста среднесрочного, даже долгосрочного, для британца, потому что зарплаты продолжают снижаться. Это непременно приведет к еще более худшим показателям по потребительской активности, по сути, к тренду, к рецессии в этом секторе. Будет навязывать слабые темпы экономического восстановления, а это позволит нам, вот уже в первом квартале, вернуться к констатации вообще слабости британского региона, но искать дополнительные возможности для распродажа британца. Плюс ко всему, не забывайте о том, что я уже неоднократно, ну, за последнюю неделю это точно, делал акцент на то, что против британца может действовать сейчас еще и политический фонд, политические риски, потому что мы, по сути, вместе с участниками финансовых рынков, которые специализируются на тренинге фунтом, готовимся еще к возможному референдуму по факту правильного на выход Англии из состава еврозоны. И это еще один дополнительный негатив. Поэтому давайте следить за актуальной статистикой, в частности, на этой неделе у нас данные по ВВП, но если вы посмотрите в содержание экономического календаря, радоваться там нечему, надеяться на позитивные отчеты не стоит. Я думаю, что вот эта оценка экономистов, связанная с возможностью увидеть слабую статистику, очень оправданная и объективная. Я тоже делаю ставку на слабый отчет по ВВП, а значит, надеюсь и полагаю, что в рамках этих четырех торговых сессий мы сможем получить еще одно основание для разгрузки британца. И уж точно окажемся, ну, хотелось бы, конечно же, ниже уровня, соответственно, 1.4850. Как действуем по паре фунт-доллар? Предлагаю отложенный к селстоп с уровня 1.4880, тейк-профит 1.4750, стоп-лосс 1.47, точнее, 49.20. Далее идем. Пара доллара японская иена. Здесь, пожалуй, немного остановимся на актуальном новостном фоне со стороны Японии, потому что торговая сессия пятницы оказалась очень динамичной. Волатильность в рамках одного дня состояла около 250 пунктов. В частности, сейчас USD иена торгуются на уровне 121.22. Что же стало причиной давления на американца и укрепления позиций японской валюты? В пятницу состоялась публикация процентной ставки и, что самое важное, пресс-конференция японского мегарегулятора. Мы ориентировались на нее, потому что делаем ставку на то, что японский мегарегулятор не обойдется без дополнительных мер экономического стимулирования и, прежде всего, через решение программы количественного смягчения. Давайте теперь говорить по факту. Что мы услышали в пятницу? Банк Японии принял решение увеличить объемы покупок, облигаций и акций на японском фондовом рынке. И сроки, скажем, погашения этих активов, если раньше варьировались в районе 7-12 лет, то сейчас снижено до 7-10 лет. Программа количественного смягчения, она осталась на прежнем уровне 80 триллионов иен в год. Но, плюс ко всему, Банк Японии счел необходимым увеличить объемы покупки фондов ETF с 3 миллиардов иен, по сути, до 300 миллиардов иен. Это очень много. И мне кажется, что все вот это решение, в целом, оно отрежает ясную и очевидную потребность японского мегарегулятора бороться с крайне низкими показателями по инфляции. Но пока от радикального шага, направленного на возможное решение непосредственно программы количественного смягчения, японский мегарегулятор отказывается. Считаю то, что на рынке есть, помимо негатива, еще и положительные тенденции, которые могут в перспективе привести к разгону индекса платежиских целей. Но, мне кажется, это очередное заблуждение, иллюзия, которую, между прочим, питает не только Банк Японии, но еще и Европейский Центральный Банк. И, опять же, на мой взгляд, промедление с этим агрессивным шагом может лишь привести к тому, что в будущем придется решать проблему более негативного и высокого порядка. Потому что инфляция продолжает снижаться. И в этом году раза 3-4 уже японский мегарегулятор пересматривал прогнозы по достижению целевого показателя по инфляции. Сейчас эти ожидания поехали уже на 2017 год, но это в лучшем случае. Программа количественного смягчения, напомню, была с точки зрения расширения уже с новыми объемами, запущена в октябре 2014 года, 31 октября, то есть, по сути, на Хэллоуум. И называют эту программу смягчения на Хэллоуум. Я думаю, что до второго квартала с большой долей вероятности мы сможем дождаться дополнительной решимости со стороны Банка Японии. И в случае решения программы количественного смягчения японской валюте придется снова сдавать и, соответственно, тесниться против американца. Но очень хочется, конечно же, чтобы до этого времени мы уже добрались до нашего сопротивления по паре USD на 125. И здесь я большой акцент делаю на потенциальный рост вставок в рамках ФРС США. Поэтому наша цель по паре USD остается на прежнем уровне 125. Австралийцы против доллара торгуются на уровне 0.7163. Здесь дополнительных новостей нет. Ждем 0.70 и ждем поддержки со стороны роста доллара. NZD USD 0.6745. USD с виси. Здесь все полномерные движения в район сопротивления на уровне паритета. Думаю, что это ближайшее, скажем, ценовое значение, на которое вы должны ориентироваться, потому что после паритета будут значения еще выше. Если еще рассматриваете возможность трейдинга пары USD с виси, советую вам поторопиться, потому что в случае роста американца эта пара будет набирать остеемостные пункты весьма динамично. Ну и дополнительный акцент еще хотелось сделать на пару USD-ката. Актуальные котировки сейчас у нас 1.3929. Наша долгосрочная цель, которая очень быстро стала как в косрочной связи с тем, что мы приняли правильное решение по трейдингу этим дуэтом валютных активов, значится в районе 1.40. Локальный хайл 1.3998. Ну, вы представляете, нескольких пунктов нам не хватило для того, чтобы добраться до этого серьезного сопротивления. Но, думаю, что ни в коем случае сейчас выходить из сделки не стоит. 1.40 будет, вот тогда выйдем. Что можно использовать в качестве топлива дополнительного для роста пары USD-ката? Это ослабление цен на нефть, ну и, конечно же, слабые данные по индексу потребительских цен в Канаде в пятницу. Мы готовились к этому. И по факту уровень инфляции в годовом эквиваленте 1.4% против прогноза 1.5%. Месячный и вовсе просел на отрицательную территорию, то есть дефляционная угроза минус 0.1%, сопрошлой 0.1%. И здесь вывод также простой. Если инфляция снижается, значит, создается плацдарм, скажем, возможность для того, чтобы Банк Канады был более проактивным, потому что при снижении инфляции, тогда, когда экономика нуждается в дополнительной поддержке, можно реально еще раз снизить процентную ставку. Поэтому эти ожидания на рынке присутствуют. Если это так, значит, канадец будет позиционно и дальше слабеть. Собственно, на этом все. Что касается важных отчетов сегодняшнего дня. Ну, на ВВП России, конечно же, по-англядому в 15.00 по московскому времени. Но еще можно обратить внимание на отчеты в 10.00 по московскому времени, буквально через 38 минут. Это по Германии индекс цен производителей, потому что этот отчет будет готовить на следующем показателе по инфляции. И, судя по содержанию экономического календаря, по прогнозам, ожидается, что отчет в очередной раз просядет. Будем надеяться, что это станет еще одной поддержкой для коррекционной идеи пары евро-доллар. На этом все. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, вы знаете, что их можно задавать на нашем официальном канале на YouTube, ну, либо писать в специальный аналитический раздел на нашем форуме. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok